Добрый вечер, Нижнекамск. И сегодня мы поговорим о вопросе, который, наверное, волнует многих о перспективах стоимости российской валюты, или, точнее говоря, о стоимости доллара через российский рубль. Тем более, в самом начале следующей недели, 15 июня, состоится заседание Банка России, решение которого могут оказать очень сильное влияние на курс национальной валюты. А 16-18 июня состоится заседание ФРС США, это Центральный банк Соединенных Штатов, также решения которого повлияют на курс американского доллара на мировом рынке, что также отразится на стоимости российской валюты. Но сначала немного предыстории. Все мы знаем, что в течение 2014 года российский рубль заметно ослаб по отношению к американскому доллару. Но с начала 2015 года, в первой половине этого года, российская валюта является одной из лучших в мире. Довольно заметное укрепление мы наблюдали с января по май. И буквально еще две недели назад доллар торговался ниже 50 рублей, даже достигал уровня чуть выше 48. Но в течение прошлой недели российская валюта снова ослабла практически на 8%. Однако стоит отметить, что с понедельника мы наблюдаем обратную тенденцию, и российский рубль, после того, как он достигал значения 57 рублей за один американский доллар, сегодня торгуется уже в районе 54 рублей. Для этого есть веские причины. На прошлой неделе, во-первых, Банк России принял несколько неожиданное решение увеличить золотовалютные резервы до 500 миллиардов долларов. Кроме того, происходило обострение на юго-востоке Украины. Мы знаем, что трагедия в соседнем государстве приводит к тому, что против России вводят новые санкции. Однако сокращение нефтяных запасов в США привело к тому, что на мировом рынке нефть заметно укрепилась. Так, сорт Брент к текущему моменту уже торгуется в районе 66 долларов за баррель. И на этом фоне российский рубль снова стал укрепляться. Что же будет после заседания Центрального банка? Все мы знаем, что один из ключевых инструментов, с помощью которого Центральный банк регулирует ситуацию на валютном рынке, является ключевая ставка. После того, как в конце прошлого года она достигала значение около 18%, сегодня после майского заседания значение 12,5%. И многие ожидают, что на текущем заседании может произойти очередное сокращение, хотя это еще не очевидно, потому что действия, которые должен предпринять Центральный банк, привязаны к текущей ситуации, а она очень неоднозначна. Итак, я уже перечислил три фактора, которые могут повлиять на курс национальной валюты. Это монетарное решение, решение Центрального банка, это геополитические события, то, что происходит на юго-востоке Украины. И это нефтяные цены, потому что бюджет Российской Федерации в определяющей степени зависит от поступлений от наших экспортеров. Но есть еще один фактор, который может оказать довольно заметное влияние на рубль. Российские корпорации в течение июня-июля должны будут выплатить огромное количество дивидендов. По оценкам это составляет 850-900 триллионов рублей. И часть этих денег, довольно значительная часть этих денег, также будет конвертирована в валюту. И большая часть, наверное, в американские доллары. Это окажет давление на российский рубль. Поэтому, оценивая совокупность этих факторов, можно оценить, что во второй половине года российская валюта будет колебаться в диапазоне от 50 до 60 рублей. Часть экономистов оценивают более пессимистичные перспективы рубля, полагая, что рубль может снова опуститься к уровню 70 рублей за один американский доллар. Но, с другой стороны, надо учитывать, что Центральный банк в текущей ситуации достаточно хорошо контролирует ситуацию на валютном рынке. И, скорее всего, когда рубль будет приближаться к уровню 60 рублей за доллар, Центральный банк сможет найти те методы, которые ограничат дальнейшее ослабление национальной валюты. В случае, если рубль будет заметно укрепляться, это может произойти, если вдруг цены на нефть взлетят к 80 или 90 долларам. Это не очень вероятно, но вполне возможно. Поэтому в этом случае Центральный банк может своими действиями ограничить дальнейшее укрепление рубля. Для тех, кто планирует проводить какие-то конверсионные операции, то есть конвертировать российский рубль в американские доллары или в евро, в случае снижения стоимости к уровню 50 рублей за доллар, я рекомендую покупать все-таки валюту, в том числе американскую валюту. В случае же, если доллар будет приближаться к стоимости 60 рублей за доллар, дальнейшие действия, наверное, предпринимать не очень целесообразно, потому что диапазон, который я сказал, это наиболее реальный с точки зрения многих экономистов, многих экспертов, с которыми я советовался и разговаривал. Ну и в заключении. Я желаю процветания вашему замечательному городу, удачи всем его жителям, поздравляю всех с общенациональным праздником Днем России, а также с замечательным праздником вашей республики Сабантуем. Удачи! Это был Александр Егоров, ведущий аналитик компании Телетрейд. Если у вас есть вопросы экономического характера, на которые вы хотели бы получить ответ, звоните по номеру, который вы видите на экране. Также можете зарегистрироваться в группе ВКонтакте Нижнекамск Телетрейд. Телетрейд – эксперт на финансовых рынках. Телетрейд. 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 Телетрейд